Сингапур Город-государство в Юго-Восточной Азии Центр инноваций и одна из самых передовых стран Экономики, способные производить лучшие кадры Это экономики, в которых процветают цифровые технологии Еще в середине 20 века Сингапур считался страной третьего мира У страны ничего не было, окружена она была совершенно недружественными соседями в те времена Каким образом этот азиатский тигр прыгнул в топы развитых экономик? Успехи Сингапура связаны с инженерным духом его правительства В чем секрет трансформации Сингапура? Какой вклад вносит в нее цифровизация? Мы постоянно ищем те вещи, которые могут быть применены в Сингапуре Мы должны постоянно искать новые инновации, которые помогут в условиях существующего рынка Самое важное не лучшие технологии, которые мы можем внедрить А технологии, которые лучше всего подойдут обществу именно сейчас Можно ли перенести опыт этого мини-государства в Россию? Пока вы готовы думать, вы можете выжить максимум из своего потенциала Сегодня у России есть воля и ресурсы для создания собственной уникальной экосистемы Жить и работать в которой будет умная и счастливая нация Уважаемые друзья, добрый день, здравствуйте В этом году нас достаточно жестко приземлили в рамках национальных границ Но мы в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации Не остановили наше изучение опыта, как различные страны, различные государства Реализуют цифровую трансформацию экономики и государственного управления Я бы сказал, что в определенном смысле мы даже ускорились И сегодня мы представим вам фильм его участников и экспертов Фильм о том, как проводилась и проводится цифровая трансформация Цифровое развитие Сингапура Как выглядит традиционная премьера Красная дорожка, кинотеатр, гости, прием В нашем случае сценарий оказался построен совершенно по-другому И мы использовали его как возможность Как возможность и пригласить гораздо более широкий круг участников, чем на традиционной премьере Так и пригласить гораздо более широкий круг зрителей В том числе с помощью цифровых платформ Сначала я попрошу представиться участников дискуссии Потом мы посмотрим фильм А потом сделаем обсуждение Сделаем круглый стол По тем вопросам, которые затрагиваются в фильме И тем вопросам, которые касаются цифровой трансформации государства Экономики Которые касаются граждан Которые касаются всех нас И первый вопрос Я бы хотел задать Марии Шклерук Академическому директору Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Мария, почему в орбиту попал Сингапур? Почему именно Сингапур оказался в сфере интересов для вот этого фильма? Самый простой ответ на этот вопрос состоит в том, что, наверное, Сингапур Это одна из первых стран, которая для руководящего состава федеральных ведомств Начиная с 2017 года была таким примером На котором рассказывали, что такое цифровая трансформация Что такое реформа государственного управления Был ряд делегаций учебных И для ознакомления с опытом Сингапура К которому, как правило, часто достаточно очень предстоительный состав Больше 20 заместителей министров Кадровый резерв традиционно также обучается в Сингапуре Как такой международный модуль Мне кажется, в этом плане, когда такое внимание Все вот последние, получается, там три года Четыре года было уделено опыту Сингапура Надо было, наконец, сделать этот опыт широко доступным Для всех, кому это интересно Мария, спасибо большое И как при подготовке этого фильма Так и в целом При взаимодействии в части обмена опытом Мы получили очень большую помощь Очень большое содействие В части взаимодействия с Сингапуром И я хотел бы поприветствовать Попросить поприветствовать наших зрителей Господина Принжита Задасивана Посла Сингапура в России И ответить на такой вопрос О чем обычно те, кто знакомятся с опытом Сингапура Спрашивают вас Я хочу поблагодарить вас за то, что вы выбрали Сингапур Как страну, на примере которой мы можем показать другим Что такое цифровизация В то же время я хочу отметить, что чаще всего Мне задают несколько вопросов Почему Сингапур добился такого поразительного Экономического развития В чем секрет Сингапура Очень надеюсь, что зритель это узнает Господин Задасиван, большое спасибо И мы, и наши зрители с нетерпением Ждем возможности Как посмотреть фильм Так и обсудить увиденное Обменяться впечатлениями А возможно и спроектировать Следующие шаги по взаимодействию Прямо здесь, прямо в данном формате Как вы думаете Есть ли какая-то сфера или область В которой Россия больше всего заинтересована А вот на этот вопрос я прошу ответить гостей студии Возможно, я бы адресовал этот вопрос Олегу Логвинову Заместителю-руководителю аналитического центра При правительстве Российской Федерации Олег, как вы думаете? Вы знаете, я хоть и являюсь заместителем Руководителя аналитического центра И, может быть, задать вопрос Следовало бы по госуправлению Но я являюсь еще экспертом в промышленности Я занимался трансформацией концерна «Калашников» И я думаю, что у нас очень много того, что мы хотели бы получить от Сингапура С точки зрения знаний, технологий В частности, общее между нами Это производство нефтегазовых платформ Это микроэлектроника Это управление цепочками поставок Вот в этих областях, мне кажется, что нам бы хорошо Более плотно поработать и перенять больше знаний Олег, большое спасибо И я думаю, мы в более расширенном формате Обсудим это и на нашем круглом столе И этот же вопрос я хотел задать Ксении Ткачевой Директору Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Потому что наше взаимодействие – это не только промышленность Это не только торговля, но это еще и обучение Спасибо, Павел Действительно, я выступлю с точки зрения своей экспертизы И я знаю, что в Сингапуре очень системно и качественно выстроен процесс обучения государственных служащих Развитие кадров, чем наш центр занимается И мы бы хотели развивать сотрудничество в этом направлении Потому что мне кажется, что нам здесь есть чем поделиться с нашей стороны опытом Успешного обучения государственных и муниципальных служащих И больше узнать про опыт Сингапура Не зря наш кадровый резерв действительно ездит туда на обучение Возможно, мы были бы готовы принять представителей Сингапура у нас И также провести обмен опытом и какие-то дополнительные форматы С обязательным посещением Якутии Мария, я думаю, это очень хороший комментарий Потому что интерес может представить не только знакомство с Москвой Различные регионы Российской Федерации фокусируются на различных областях цифровой экономики И мы только что упомянули регион Якутия Который не является столичным, не является центральным Но в то же время является одним из лидирующих в части цифрового развития Кстати, Мария, я попрошу сказать пару слов Может, про Якутию тоже сняли? Да, я не случайно упомянула Якутию Потому что, во-первых, это в определенной степени Такой антипод географический Сингапура Потому что это самый большой субъект Российской Федерации И я даже затруднюсь сказать, в сколько раз он превосходит Сингапур И в отличие от жаркого сингапурского климата Большая часть республики Саха-Якутия Это север Это вообще в целом такой достаточно северный регион Очень большой Зимой очень холодный Но действительно в России он один из лидеров цифровой трансформации И весной у нас была премьера Про развитие Якутии Про то, почему у Якутии получилась цифровая трансформация И в определенной степени фильм про Сингапур Продолжает серию наших вот этих фильмов Которые знакомят с успешным опытом И в научно, так сказать, популярной Просто даже не в научно, а в популярной форме Представляет широкому кругу людей Наши учебные материалы Понятно, что за 30-минутным фильмом Это сотни часов отснятого материала Которые попадают внутрь наших программ Адаптированные именно для обучения А это, так сказать, вершина айсберга Александр Леднев участвовал и руководил проектом съемки Как одного, так и другого фильма Что оказалось схожим для Якутии и Сингапура А что резко различным? Ну, знаете, наверное, все оказалось схожим И при этом все оказалось различным В действительности очень интересно, знаете Культурный аспект То есть взять просто какие-то технологии И перенести их в другое место Не всегда получается Необходимо учитывать еще какие-то дополнительные вещи И вот этот культурный феномен В Сингапуре, конечно, был очень ярким Очень интересным для исследования И мы постарались его в том числе Отразить нашим фильмам Спасибо большое И прежде чем мы приступим К просмотру фильма Я попросил бы представить себя Алексея Дохновского Торгового представителя России в Сингапуре Алексей и содействовал в создании этого фильма И участвовал в этом фильме Алексей, ваше мнение Вот что в вашем изучении международного опыта Нужно было бы применить к России А в чем российский опыт Может быть интересен для зарубежных стран Сингапура, возможно, не только Торговое представительство Российской Федерации Является в Сингапуре частью дипломатической миссии И мы входим в единую систему поддержки экспорта И руководствуемся в своей деятельности Проектом национальной международной конференции экспорт Но в практическом плане Стараемся действовать еще И именно эта причина является тем Что сегодня я нахожусь здесь Собо техников премьера этого фильма Поскольку существенная часть нашей работы и внимания Мы уделяем развитию Инновационной и высокотехнологической повестки В двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве Как на уровне компаний Будь это устоявшиеся компании или стартапы Так и на уровне российско-сингапурской межправительственной комиссии Высокого уровня, которая возглавляется с нашей стороны Заместительным председателем правительства Дмитрием Черношенко И с сингапурской стороны Старшим министром Тарманом Шапангар-Акнамом Собственно, вот Наверное, и все в плане Смоприста Алексей, большое спасибо Спасибо гостям Спасибо экспертам А теперь, как и на всякой премьере Положено сказать только одно Вне зависимости от того, очная она или не очная Смотрим мы ее в кинозале Или смотрим мы ее через несколько платформ Цифровых платформ Как мы делаем сейчас Приятного просмотра Сингапур Город-государство в Юго-Восточной Азии Центр инноваций и одна из самых передовых стран Чье номинальное ВВП на душу населения Седьмое на планете Еще в середине 20 века Сингапур считался страной Третьего мира Каким образом этот азиатский тигр прыгнул в топы развитых экономик В чем секрет трансформации Сингапура Какой вклад вносит в нее цифровизация И можно ли перенести опыт этого мини-государства в Россию Успехи Сингапура связаны с инженерным духом его правительства Они действительно мыслят как инженеры Самое важное не лучшие технологии Которые мы можем внедрить А технологии, которые лучше всего подойдут обществу Именно сейчас Экономики, способные производить лучшие кадры Это экономики, в которых процветают цифровые технологии По историческим меркам, Сингапур — молодое государство Оно появилось на карте мира в 1965 году Глядя на эти футуристические небоскребы Не верится, что всего 55 лет назад Здесь была бывшая колония С отсталой экономикой И без запасов полезных ископаемых Отец нации, премьер-министр Ли Кун Ю Вспоминал Нет ничего такого, что Сингапур получал бы бесплатно Даже за воду нам приходилось платить Действительно, пресную воду сюда экспортировали Из соседней Малайзии У страны ничего не было Окружена она была совершенно недружественными соседями в те времена И Малайзия, Индонезия, нельзя сказать, что были большими друзьями Поэтому было стремление выжить Затем принцип трансформировался в работать на опережение Еще один лозунг Ли Кун Ю Чтобы выжить, Сингапур должен быть экстраординарным государством Если мы будем обычными, нас просто не станет Эти слова были сказаны в тот момент, когда из всех ресурсов у Сингапура был только порт В стране отсутствовала система образования Население острова задыхалось от бюрократии и коррупции Самым важным на ранних этапах были шаги, которые предприняло государство Ли Кун Ю собрал эффективное правительство, которое постоянно думало наперед Он установил хорошую законодательную систему И в первую очередь обеспечил низкий уровень коррупции Это был его приоритет В случае с Сингапуром мы справились с этой бюрократической коррупцией Повысив зарплаты и совершив уголовные преследования за коррупционные преступления Быстрое расследование, уверенное исполнение со скоростью ветра Ли Кун Ю выжигал коррупцию, так сказать, действительно очень серьезно Кто-то сел, кто-то был вынужден эмигрировать Дикие были, так сказать, штрафы Сингапур is a fine city С одной стороны это, да, приятный, красивый город А с другой стороны это город штрафов Одновременно создает воспитание со школы Что взятки брать нехорошо и взятки давать тоже нехорошо Поэтому отношение к этому оно, в общем-то, воспитывается с детства В Сингапуре уважать закон учат со школьной скамьи Частота помыслов поддерживается драконовскими штрафами Даже на бытовом уровне Например, курение в неположенном месте – 200 сингапурских долларов Езда в пьяном виде – 1000 Продажа алкоголя в ночное время – тоже 1000 Все штрафы здесь прогрессирующие А закон равен для всех Главенство закона именно введение правил По которым общество и люди должны были взаимодействовать с друг другом Позволило превратить мультикультурное общество Сингапура На тот момент состоящее из малайцев, индусов, китайцев Которые не сильно лазили между собой В гармоничное социальное общество Сегодня Сингапур занимает первые строчки в международных рейтингах по низкому уровню коррупции Конечно, все это случилось не сразу Но планомерные усилия дали свои плоды Они фактически сплотили нацию А сильная правовая система обеспечила привлекательные условия для международного бизнеса В 90-х годах прошлого века весь мир заговорил об экономическом чуде по-сингапурски В общем, представление Сингапура – это финансовый хаб прежде всего, туристический хаб Но далеко не все знают, например, что более 20% мирового производства полупроводников Сосредоточено в Сингапуре 70% девайсов, которые производят микропайку, микросварку, так сказать, контактов, микросхем Тоже сделано в Сингапуре Сингапур является единственной страной за пределами Великобритании Где Роллс-Ройс собирает движки для гражданских самолетов, самые новые Сингапур сделал ставку на технологические производства Для этого мини-государства электроника стала пропуском в четверку азиатских тигров Вместе с Тайванем, Гонконгом и Южной Кореей Сингапур демонстрировал фантастический рост экономики и благосостояние граждан Кроме того, огромное внимание уделялось долгосрочному планированию Ли Кун Ю понимал значимость технократического государства, где важны технологии, наука и мышление наперед Это и есть ранние стадии оцифровывания экономики, то есть мы полагаемся на экономику, основанную на знаниях Экономика знаний – ключевой фактор развития Сингапура Здесь никогда не стеснялись учиться у других Один из авторов экономического чуда, первый министр финансов Го Кен Сви заявлял Неважно, какая проблема стоит перед страной, кто-то где-то уже решил ее Смотрите, система рейтингов для госслужащих – это практика, которую мы взяли у General Electric Потенциальный рейтинг – это концепт нефтяной компании Shell А структура полиции, например, это то, что мы решили взять у Японии Мы постоянно ищем те вещи, которые могут быть применены в Сингапуре Другими словами, перед вами одна из самых прагматичных стран в мире К примеру, в 1961 году правительство подписало столетнее соглашение с Малайзией по пресной воде Тем не менее, почти сразу в Сингапуре стали создавать природные резервуары и заводы по десалинизации морской воды Все это обеспечило независимость страны Собственно говоря, секретов каких-то очень больших у страны нет Ставятся задачи, они выполняются, страна идет дальше Постоянно смотреть в будущее, ставить амбициозные цели и добиваться их Это рецепт управления по-сингапурски Впечатляющий прогресс города-государства – заслуга его дальновидного руководства Всего один факт – в современном Сингапуре приняты 23 дорожные карты Которые покрывают 80% отраслей экономики И в каждой из них сквозной темой является цифровизация Цифровизация – это перенос бизнес-процесса в цифру С серьезнейшим их реинжинирингом И также с реинжинирингом организаций Например, со сведением тех функций, которые раньше были разрознены Например, функции учета или функции управления персоналом в единые центры обслуживания В отличие от России, Сингапур рано встал на рельсы IT-технологий Первое цифровое ведомство – Национальный компьютерный совет – появилось здесь еще во времена СССР Уже в начале 80-х власти Сингапура задумались о всеобщей компьютеризации страны Многое зависит от истории Мы – молодая нация, если сравнивать с Россией В России были смены режимов, развал Советского Союза Я считаю, что неважно, насколько огромна страна Сингапур – маленькая красная точка на карте по сравнению с Россией Но мне кажется, что это сыграло нам на руку В 2000 году мы уже работали над электронным планированием правительства В 2000 году 90% территории Сингапура были покрыты скоростным интернетом К нему были подключены почти все государственные учреждения Но одно дело – создать инфраструктуру, условия Другое – заставить людей пользоваться новыми возможностями Позвольте рассказать вам историю Когда появилась электронная почта, мало кто из госслужащих ею пользовался Я предпочитаю писать на бумаге и все такое К счастью, министр торговли и индустрии, который сейчас является премьер-министром Ли Сянь Лун был большим поклонником технологий Поэтому все материалы сотрудникам он отправлял только по имейлу И поскольку министр отправляет вам что-либо по имейлу Вы не можете просто сказать «Нет, я пришлю вам в папке на бумаге» Поэтому да, не так уж легко изменить людей Я общался с коллегой, который несколько лет был IT-директором одного крупного американского города И он внедрял сервисы, когда ямку на дороге можно было сфотографировать с помощью мобильного телефона И отправить об этом информацию в муниципалитет Для меня наиболее удивительным было то, что коллеги в государственных органах говорили ему «Джонатан, у нас так не принято, у нас так не делают» После этого я понял, что это явление, оно ни разу не только российское Практика показала, что в процессе цифровизации все государства сталкиваются со схожими проблемами В 2020 году Россия отмечает знаковый юбилей Ровно 10 лет назад на информационном портале Госуслуги появилась первая двадцатка онлайн-услуг Давайте вспомним ситуацию 15 лет назад Ходить в те или иные ведомства для получения услуг, допустим, для замены заграничного паспорта Нужно было исключительно запавшись валидулом Поэтому центры оказания Госуслуг и портал Госуслуг был серьезным прорывным шагом вперед И совершенно четко нужно отдать должное тем, кто это сделал Сегодня на Госуслугах зарегистрировано больше 100 миллионов россиян В их распоряжении свыше 200 различных справок, лицензий и сервисов К 2025 году 80% государственных услуг в нашей стране должны быть доступны в электронном формате Проектирование, пилотирование и внедрение занимают время Приведу еще один пример Недавно я менял заграничный паспорт Я зарегистрировался на Госуслугах Я сделал все по-хорошему цифровому процессу Я пришел получать свой паспорт Когда я уже подошел к окошку и видел свой новый паспорт Мне сказали, а вы принесли старый? А я ответил, а кто меня предупредил? То есть недостаточно создать удобную цифровую платформу, которая экономит время и нервы людей Для максимального эффекта необходимо предусмотреть все нюансы, связанные с ее использованием Если однажды вы решите, что за цифровизацией будущее То, конечно, вам необходимо будет преобразовать все организации для обеспечения такого уровня изменений Они должны думать на многих методологических уровнях для понимания того, что нужно людям Без этого уровня мышления технология и цифровизация не сработают Как же оптимизировать традиционные подходы госслужб? Как учесть все потребности людей? Управляющий директор компании IDEO Питер Овери работает в Сингапуре 10 лет Он ведущий специалист в области инженерного или, как его еще называют, дизайн-мышления Дизайн-мышления — это новый инструмент, который помогает узнать, что действительно нужно людям и почему Эта практика учит задавать вопросы, анализировать те решения, которые интуитивно принимают руководители и органы власти Ты, в принципе, не должен полагаться на свои собственные представления Необходимо выстраивать объективные метрики Необходимо выстраивать систему сбора обратной связи, систему аналитики Мы недавно проделали пример такого анализа для замены водительского удостоверения И участники дискуссии через два часа анализа с удивлением поняли Что тот процесс, который представлялся линейным, внятным и абсолютно прозрачным для гражданина Оказывается просто бегом с препятствиями Главная цель новой практики — выйти за пределы стереотипов и привычных способов решения задач Ее основные инструменты — это эмпатия, обратная связь, разработка прототипов и тестирование Согласитесь, напоминает создание нового продукта в бизнесе Именно оттуда дизайн мышления пришло в мир государственного управления Например, это делают стартапы, чтобы понять, что люди действительно хотят и показать пути достижения этого Эти организации сумели взять то, что ничего не стоило, и превратить это в миллионы и миллиарды Это происходит потому, что они используют процессы быстрой адаптации, изучают окружение Правительству необходимо делать то же самое Питер Овери регулярно консультирует госструктуры По его мнению, даже в продвинутом Сингапуре только учатся применять новый инструмент анализа и задавать правильные вопросы У нас существуют центры опросов граждан Сингапура о различных вещах Мы также используем для этих целей искусственный интеллект и большие объемы цифровых данных Ключом к пониманию граждан является принцип триангуляции информации Мы пытаемся триангулировать то, что люди на самом деле думают с целью осуществления наилучшей государственной политики Все службы постоянно должны улучшаться и совершенствоваться Если мы будем проходить цифровизацию ради цифровизации, это будет неправильно Но если цифровизация проходит для улучшения жизни общества, то это правильное мышление Во-вторых, мы должны убедиться в том, что у нас есть достаточное количество людей внутри правительства для проведения цифровизации Потому что, в конце концов, это требует навыков Безусловно, Сингапур не может похвастаться такими человеческими ресурсами, как Россия Наше население просто несопоставимо С момента становления государства этот остров столкнулся с дефицитом специалистов всех мастей Кадровый голод Сингапур компенсировал продуманной политикой в области образования Мы прошли несколько итераций и изменений совместно с быстро меняющейся экономикой Что мы имели в 65-м, 75-м, 85-м и 2015-м годах Все отличается, так как система образования меняется и адаптируется В целом она устроена таким образом, чтобы максимизировать потенциал каждого человека Независимо от социального и экономического положения Идея заключается в том, что пока вы готовы тяжело работать Пока вы готовы думать, вы можете выжить максимум из своего потенциала Современный Сингапур выработал четкую систему набора талантливых кандидатов в коридоры власти Как правило, стартует она в стенах местных университетов Мы даем большие стипендии многообещающим студентам И после выпуска они несколько лет должны работать на государство Мы обязательно даем им попробовать себя на разных позициях И обеспечиваем им возможность для постоянного обучения, улучшения своих навыков Сингапурские госслужащие обязаны повышать квалификацию Большинство из них проходят программы государственного и бизнес-администрирования Эти усилия хорошо оплачиваются Я считаю, что деньги для нас лучший мотиватор Поэтому мы платим по рыночному тарифу А также перенимаем практики других компаний Стабильных надбавок нет Зарплата чиновника зависит от качества его работы Премии за продуктивность достигают шесть окладов Но нет никаких гарантий, что вы останетесь на своей должности Каждый год много людей увольняют со службы Потому что они недостаточно хорошо работают В Сингапуре создана система, при которой зарплаты министров Привязаны к зарплатам руководителей бизнеса в нескольких секторах То есть существует система, как это делается Соответственно, и от этого вниз пляшут зарплаты чиновников более низкого уровня Благодаря такому подходу сингапурская технократия Действительно может конкурировать с бизнесом на рынке труда Глобальная цифровизация такой огромной страны, как Россия Это амбициозная и мегасложная задача У нее практически нет потолка возможностей Это привлекает многих капитанов бизнеса в ряды госслужащих Существует еще одна причина для мотивации Прогресс отдельной компании повышает ее доход А цифровизация государства меняет к лучшему жизнь вокруг И если взять, допустим, примеры той же самой счетной палаты Если взять примеры целого ряда отраслей и служб Коллеги, с кем я встречаюсь, у них предыдущий опыт Смешанный частный и государственный Причем есть те, которые уже успели сделать переход От частного к государственному и назад, и еще раз назад Счетная палата – один из флагманов цифровизации в России В 2018 году это ведомство превратилось в площадку По внедрению цифровых технологий Которые уже дали ощутимый результат В сложных комплексных системах Процесс никогда не происходит с одинаковой скоростью Всегда есть ведомства-передовики, которые движутся вперед Можно упомянуть счетную палату Которая в серьезной степени меняет свои процессы работы С применением цифровых инструментов И от ручной работы инспекторов От ручной проверки данных Они переходят к сбору данных И к все более и более автоматизированной аналитике Масштабы нашей страны и соответствующий госаппарат Не позволяют равномерно проводить цифровую эволюцию органов власти Вместе с тем в России существует несколько ведомств Чьи успехи в цифровизации на уровне мировых стандартов Об одном из них мы расскажем чуть позже А пока снова вернемся в Азию Сингапур тратит миллиарды долларов на образование Правительство стремится привлекать в управленческие ряды лучших из лучших На самом деле количество талантов собственного производства довольно мало Подумайте над тем, что у нас рождается от 30 до 40 тысяч детей в год Это очень маленький показатель для страны Таким образом мы должны увеличивать число талантов в глобальном масштабе Смысл в том, чтобы увеличить число специалистов настолько, насколько это возможно Нам нужны специалисты в робототехнике, искусственном интеллекте, интернете вещей Сейчас мы видим целый поток студентов из разных стран И мы должны обучить их нужным навыкам очень быстро Это так называемый R&D-центр на территории Няньского технологического университета В крупных компаниях эти подразделения отвечают за будущее Они выстраивают технологические стратегии и ведут научные разработки Российская фирма «Спортмастер» открыла свой центр в Сингапуре в 2015 году По количеству R&D-центров, лабораторий, которые имеются в Инту Возможно, он входит в пятерку самых лучших вузов, которые работают с предприятиями Поэтому, исходя вот даже из академической точки зрения, вы видите, что хорошая база по материаловедению Затем хороший опыт и поддержка со стороны государства и со стороны вуза Уже достаточно было для того, чтобы попытаться организовать R&D-структуру именно здесь Сингапурское правительство датирует это взаимодействие с иностранными компаниями Университет предоставляет им научную базу и помещение Взамен получает доступ к современному оборудованию и перспективным исследованиям Мы используем для оптимизации состава утеплителей искусственный интеллект При проектировании обуви, при разработке беговой обуви мы используем 3D-симуляции и моделирование бега на компьютере Таким образом мы оптимизируем процесс прототипирования И получая достаточно большой объем данных, мы их анализируем И это служит реальным фидбэком, реальной обратной связью дизайнерам Для того, чтобы понимать, какие изменения нужно внести в модель для улучшения качества В результате вместо академических лабораторий студенты оказываются на острие инноваций реального бизнеса Эти образовательные программы и политика открытых дверей – залог конкурентноспособности Сингапура в мире новых технологий Правительство Сингапура имеет стратегию того, как научить молодое поколение тому, каким мир будет завтра И мы должны оставаться конкурентноспособными, мечтая по-крупному Мы должны постоянно искать новые инновации, которые помогут в условиях существующего рынка Сингапур не зря называют «кремниевой долиной Азии» Эксперты отмечают легкость ведения бизнеса, гибкости рынка труда, низкий уровень коррупции и развитие высоких технологий Это привлекает сюда инвестиции и лидеров цифровой индустрии, которые нацелились на азиатско-тихоокеанские рынки Сингапур является одной из самых перспективных стран в технологическом аспекте Все это благодаря хорошему финансированию и коллаборациям Вы можете наблюдать, как многие компании построили здесь свои штаб-квартиры Все дело в льготах и поощрениях Если вы посмотрите на корпоративный налог здесь, то увидите, что он очень низок Адаптацией иностранного бизнеса в Сингапуре занимается сразу несколько государственных агентств Встречи с их представителями приятно удивили топ-менеджеров российской компании – групп IB Организация называется «Энтерпрайз Сингапур» У нас возник, я не вспомню какой, но какой-то вопрос Господин исключительно компетентно полностью на него отвечает А потом говорит, что на самом деле, вы знаете, вопрос не в «Энтерпрайз Сингапур», а в другую организацию Поэтому, если вам нужно более подробно, более детально, вы хотите получить консультацию Пожалуйста, обратитесь туда Мы спрашиваем, а почему вы тогда ответили? Почему вы вообще в курсе? Почему вы все знаете? Нам отвечают, что, ребята, у нас в Сингапуре есть такая полиси Называется «No wrong door policy» То есть политика, где нет неправильной двери Специализация групп IB – кибербезопасность Их офис в Сингапуре открылся в 2019 году Вообще такой аналог госуслуг – это Сингпас И довольно интересно началось мое знакомство с этим сервисом Чтобы получить Сингпас, идентификатор, да, логин, пароль, аккаунт в местные госуслуги Тебе нужно приехать в сервис-центр Я был готов потратить там полчаса, час времени 45 секунд от момента, когда ты открываешь дверь в сервис-центр До момента, когда ты можешь потребить с помощью своего телефона Дистанционно любой сервис, связанный с государством в этой стране Бытовая сфера – не исключение Старший аналитик групп IB Фей Сян Хэ приехал в Сингапур из Китая Он до сих пор не знает, где в его квартире расположены счетчики коммунальных услуг Во-первых, никакое лицо не стучится к тебе в дверь и не спрашивает, могу ли проверить показания счетчиков Вместо этого все эти показания снимаются удаленно Что касается оплаты, я могу организовать вычет суммы, необходимой для оплаты с моего банковского счета В итоге все автоматизировано и никакие человеческие усилия не требуются Больше всего мне в этом счете понравился такой элемент гимификации В виде графика в каждый месяц компания-провайдер электричества, воды и газа Делает сравнение меня с жителями моего дома В похожих квартирах Я знаю, сколько в среднем потребляют жители таких квартир в моем доме Сколько экономные семьи потребляют И я вижу себя на этом фоне А вот простая услуга – подключение интернета в офисе Заставило директора представительства с грустью вспомнить о Москве Вот загадка, сколько в Сингапуре Должно занять времени Подключение Компанию К той же самой компании, которая здесь давала интернет Несколько лет Там висит ее провод, там и висит ее оборудование Ответ удивителен 30 календарных дней Мне нужно времени, чтобы в проводе, который висит в моей серверной С надписью оператора появился интернет Почувствуйте разницу В России этот вопрос решился бы за пару дней Более того, некоторые отечественные компании Объективно превосходят сингапурские по качеству цифровых услуг Какие еще сервисы в Москве Лично мне потреблять было гораздо веселее Это банки Если я иду в магазин и покупаю бутылку молока по карте Ни в одном банке Сингапура, ни в одном приложении этого банка Я не увижу эту транзакцию в ближайшие два дня Ее не существует Во многих банках мне даже смс не придет Я хочу сказать, что если Тинькофф придет в Сингапур И каким-то чудом получит банковскую лицензию Всем местным банкам не поздоровится Банковский сектор с его популярными мобильными приложениями И дистанционными транзакциями Яркая примета цифровой России В том числе благодаря таким технологиям Наша страна ежегодно поднимается вверх В международных рейтингах инноваций Есть свои лидеры у России И в сфере государственного управления Наряду со счетной палатой Название самого умного ведомства Претендует Федеральная налоговая служба Все началось с такой движущей силы Как необходимости для граждан и для организаций В меньшей степени контактировать с налоговой инспекцией То есть с электронной отчетностью А с онлайн-счетами, фактурами и с онлайн-кассами Это необходимость снижена в еще большей степени Условно говоря, организация работает Организация ведет бизнес А в ходе учета этой самой деятельности Информация поступает в налоговую инспекцию И для ряда крупных организаций Налоговые получают доступ напрямую в учетные данные Используется принцип прозрачность Взамен на безотчетность ФНС России все больше становится невидимой организацией Но самое главное Ее эффективные системы сбора информации Приближают нас к следующему этапу цифровизации Так называемой цифровой трансформации Итак, цифровая трансформация Она может относиться как к внутренним процессам государственного управления Она происходит на фоне того, что мы имеем и накапливаем все возрастающие объемы данных И можем принимать решения на основании этих объемов данных Данные различных министерств, ведомств и служб стали связаны между собой Мы говорим об озерах данных, мы говорим о принципиально других инструментах Как реализации государственного управления, так и контрольно-надзорных функций Большие объемы данных — это нефть цифровой трансформации На их основе алгоритмы искусственного интеллекта Ищут закономерности, недоступные человеческому разуму Обработка информации происходит с фантастической скоростью Там, где раньше потребовались бы годы, анализ может занимать всего несколько секунд Это экономит время, человеческие ресурсы И позволяет по-новому взглянуть на решения насущных проблем Например, в сфере транспорта собирается огромное количество информации Вплоть до того, каков трафик в метро На каких станциях люди выходят и на каких заходят Располагая большим количеством информации Государство может мотивировать людей ездить в разные промежутки времени Представьте, 6 миллионов людей, которые хотят попасть в свои офисы в одно и то же время Поднимается большая суматоха Как и Сингапур, столица России Это мегаполис с высокой плотностью населения По разным оценкам она составляет от 5 до 8 тысяч человек на квадратный километр Оптимизация перегруженных городских систем, например, транспортных Актуальна и для Москвы, и для Сингапура История обмена опытом двух мегаполисов насчитывает уже 15 лет Москва начала приезжать в Сингапур в 2005 году И начали смотреть, что здесь есть и как можно делать Многое было взято из сервисов, которые есть в Сингапуре Но где-то мы уже ушли вперед раньше Например, наша парковочная система московская была внедрена гораздо раньше, чем в Сингапуре Вопрос другой, что в Сингапурце посмотрели и в позапрошлом году, по-моему, тоже ее внедрили Но они сделали лучше Дорожная сеть занимает около 12% территории Сингапура Это высокий показатель Для сравнения, жилой фонд этого густонаселенного острова примерно 14% Борьба с пробками здесь задача номер один С недавнего времени во всех машинах Сингапура появился компактный прибор, который привязан к банковскому счету владельца автомобиля Это коробочка, это универсальное средство авторизации на всех парковках страны То есть это все дистанционно, он подъезжает, автоматически, значит, все там насчиталось Шлагбаум открылся, денежки пошли капать, то же самое доступ на платные дороги То есть универсальное средство сквозное все сквозь всю страну Посредством этого же девайса автоматически снимаются штрафы за нарушения ПДД За соблюдением которых следит армия умных камер с искусственным интеллектом Появление таких сквозных технологий — это результат программы «Умная нация», стартовавшей в Сингапуре в 2014 году Проект Smart Nation сводит вместе инновации, которые внедряются в Сингапуре множество лет Smart Nation развивает эти цифровые технологии, чтобы сделать жизнь проще, удобнее, эффективнее, меньше использовать человеческий труд и продвигать Сингапур по лестнице цифровых технологий Главная цель проекта «Умная нация» — это создание уникальной экосистемы Она должна объединить трех китов цифровой трансформации — цифровую экономику, цифровое государство и цифровое общество Цифровая экономика и цифровое общество, как и цифровое государство, не может существовать без интеграции и обмена данных Надо понимать, что цифровое общество, оно во многом связано на big data analysis или анализ больших данных И оно связано на интернете вещей Потому что все, что касается создания Smart Nation, базируется на чем? На взаимоотношениях на медицине, на взаимоотношениях с государством, на передвижениях граждан И на том, чтобы сделать инфраструктуру для жизни граждан максимально комфортной Первой фазой Smart Nation была инфраструктура На данный момент мы прошли ее Как только данные пошли и их архитектура была установлена У нас появились новые приложения, такие как Moments of Life Где в одном приложении объединены различные онлайн-сервисы Приложение Moments of Life — цифровая новинка в сфере государственных услуг Она рассчитана на родителей с детьми младше 6 лет и пенсионеров старше 60 На одной платформе постарались реализовать конкретные жизненные сценарии, с которыми могут столкнуться эти категории граждан Например, рождение ребенка У меня трое детей В ранней 2000-й, когда появился мой первенец, я был вынужден вручную регистрировать это на разных сайтах На одном ресурсе регистрировал имя, чтобы получить свидетельство о рождении На другом сайте регистрировался для получения субсидий и так далее Сейчас правительство Сингапура придумало одно мобильное приложение, которое сводит все регистрации в одном месте В традиционной модели эти данные были рассеяны по нескольким ведомствам, по нескольких службам И задача следующего шага цифрового перехода для государства — свести эти данные воедино Возможность распоряжаться и принимать решения на основе этих точных данных о гражданах, о семьях Оказывать социальную поддержку Что же касается пенсионеров, в Сингапуре много делают, чтобы пожилые люди не выпали из процесса цифровизации Государство предоставляет им бесплатный доступ в интернет, обеспечивает смартфонами и оплачивает обучение на компьютерных курсах Множество пожилых людей в Сингапуре начали посещать занятия, чтобы изучать цифровые технологии Как использовать смартфон, как разрабатывать приложения Для молодых людей в этом нет никаких проблем Но для людей из 50-х, 60-х и 70-х необходимо обучение Эти знания понадобятся им, чтобы использовать более 300 мобильных приложений и 1600 онлайн-сервисов для повседневной жизни Уже сейчас 90% транзакций населения с государством проходят без личного присутствия граждан По моему мнению, мы сейчас находимся на второй фазе Когда граждане действительно видят все преимущества Smart Nation Третья фаза наступит тогда, когда мы сможем создать приложение, которое сможет объединить все возможные сферы И сделать их настолько понятными для граждан, насколько это возможно Конечно, на пути к этой фантастической цели Сингапур ждет множество серьезных проблем Центральный вопрос – защита информации Чем больше конфиденциальных данных аккумулируют правительственные органы Чем чаще финансовые операции проводятся в онлайн, тем выше вероятность утечки Впрочем, с такими же сложностями сейчас сталкивается и Россия Представим себе, что мы выносим в цифру регистрацию юридически серьезных для гражданина сделок Покупка, продажа квартиры, оформление наследства Согласимся, что риски очень серьезные для гражданина Допустим, сценарий потери имущества или сценарий потери наследства Поэтому к внедрению этих новых процессов нужно подходить с исключительной серьезностью и продуманностью Кстати, эти юридические онлайн-сервисы уже функционируют в Сингапуре Поэтому мы попросили участников нашего фильма ответить на важный вопрос Может ли опыт этого мини-государства быть использован в цифровой трансформации нашей страны? Первое. Россия находится на такой хорошей позиции с точки зрения масштабов, чтобы применять эти технологии Второе. Россия также обладает возможностями, чтобы выжить из этих технологий максимум Вы изначально были сильны в таких предметах, как наука, технология и математика Знаете, что касается алгоритмов и машинного обучения В России собраны лучшие умы Но в некоторых странах процесс цифровизации идет быстрее Как мы можем это ускорить? В соответствии с правительственной и образовательной программами, которые будут взаимодействовать друг с другом Иногда лучшие практики могут оказаться далеко не лучшими конкретно для вас Что важно, так это вычленить подходящие уроки и затем уже применять эти практики Согласие — это ключ Что я имею в виду под этим? Просто говорить людям, что делать, этого недостаточно Вам нужно поддерживать их, так как они проходят весь этот путь сложных изменений Я бы подумал не о цифровых технологиях Я бы подумал о том дивизии, о той ценности, которую Сингапур принял для себя Happy Nation — счастливая нация Достаточно часто, как на уровне организаций, на уровне рабочих групп Во взаимодействии граждан и государства Мы действуем так, как будто между нами есть какой-то неразрешимый конфликт Как будто мы в окопе, кругом враги А если договариваться, если находить преимущество Если вот в терминах того же дизайн мышления Пытаться найти точку комфорта Мы, возможно, я не говорю, примем напрямую Но творчески переработаем и применим к себе вот эту самую Happy Nation А цифровые технологии, они в этом помогут, они инструменты Пример Сингапура — прекрасный мотиватор для тех, кто стремится в будущее Цифровая трансформация дарит обществу и государству невероятные возможности Мы позже других вступили на путь цифровизации За короткий отрезок времени наша страна добилась отличных результатов Сегодня у России есть воля и ресурсы для создания собственной уникальной экосистемы Жить и работать в которой будет умная и счастливая нация Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Как проходит его день? Как он организует работу? Как принимает решения? На самом деле, одно из моих самых ярких таких впечатлений от Сингапура Было то, когда общаешься с чиновниками Понимаешь, что вот эти вещи, как миссия, ценности, цели, которые у них есть Вот те самые, которые пишут на стенках Вот, для них не пустые слова То есть они действительно адаптируют миссию в целом правительства Под свою повседневную работу Это очень интересно, когда действительно рассказывая о своей повседневной работе Которая есть, люди рассказывают, как их деятельность Вносит вклад в реализацию миссии всего правительства И в достижение тех целей, которые у них стоят Мне кажется, вот это основное, даже может быть, чем-то различие Пока российского чиновника и сингапурского Сингапурский чиновник четко представляет Чем его повседневная работа полезна И какой вклад в работу правительства он носит То есть исследование культуре И трансляция вот этой самой культуры Этих ценностей в работу И аналогичный вопрос Я бы хотел задать господину Принжиту Садасивану Послу Сингапура в России Как вы, с точки зрения вашего опыта С точки зрения знакомства с Россией Видите российского чиновника Как вы с ним взаимодействуете И каким вам представляется это взаимодействие Прежде всего я хочу поблагодарить продюсеров данного фильма Я сам много нового узнал из этого фильма о Сингапуре Я отвечу на ваш вопрос, приведя в пример министра иностранных дел Безусловно, у него свое направление деятельности За которое он отвечает Взаимоотношения со всеми странами мира Но одновременно он также является и лидером страны Именно вот в этой направлении умной нации Цифровую трансформацию мы не рассматриваем Как отдельный сегмент Как ответственность одного органа Или одной сферы деятельности Она должна распространяться и плавно интегрироваться Во все сферы деятельности каждого чиновника Например, сейчас я встречаюсь с представителями Разных сфер в Москве И я ищу, как мы можем действительно применить Цифровую трансформацию Здесь и сейчас Но я не рассматриваю только лишь Россию и Москву Как партнера Где должна происходить цифровая трансформация Цифровая трансформация должна происходить по всему миру Большое спасибо И сейчас я бы хотел задать вопрос И господину послу И участникам дискуссии с нашей стороны Один из самых сложных обсуждаемых вопросов Это вопрос оплаты И есть такое мнение Что да, вот если будут платить чиновникам Как в Сингапуре Сразу будет эффективность Сразу появятся результаты работы Господин посол, как вы думаете В какой степени, насколько серьезно И как работают вот эти самые вопросы оплаты И соотношение оплат в государственном и частном секторе Для эффективности госуправления В том числе для цифрового перехода Я хочу отметить, что в Сингапуре Любой человек может работать в частном секторе А потом перейти в государственный сектор И наоборот Именно поэтому зарплаты более-менее находятся На одном и том же уровне Что в частном, что в государственном секторе Позвольте мне также добавить Что мы считаем сотрудничество Государственного сектора и частного сектора Очень важным Потому что те законопроекты Которые продвигаются Государственным сектором Направлены не на контроль частного сектора А на поддержку его развития Господин посол, большое спасибо И я хотел бы адресовать этот же вопрос Участникам дискуссии С нашей стороны Мария, Олег, пожалуйста Что вы думаете? Ну, я прям готова подписаться Под каждым словом Которое сказал господин посол Потому что в свое время еще в ЦСР Когда мы разрабатывали Предложение по реформе госуправления Там было четыре ключевые Ну, как бы направления Которые надо делать Первое, это стратегическое управление Ну, четкие цели Регулярный менеджмент Донесение целей И качественная работа На каждом уровне госслужбы Второе, это регуляторная политика То, о чем сказал ККС коллега Что то, что делает государство Должно не контролировать бизнес А способствовать его развитию Это как раз то, чего сейчас Прям очень не хватает Третье, это цифровая трансформация И здесь мы, слава богу, движемся Достаточно быстро И четвертое, это кадры От, собственно говоря, уровня оплаты Если коротко, я считаю, что там Чиновников должно быть значительно меньше Но оплата у них должна быть значительно больше И, конечно, система вращающихся дверей То есть люди из бизнеса приходят В государство и обратно И вот все вещи связаны с оценкой эффективности Увольнением тех, кто находится Ну, как бы внизу по эффективности Но с достойным уровнем зарплаты Олег, пожалуйста, прошу вас Ну, я тоже соглашусь со всем сказанным Но я бы добавил, что государство Все-таки должно регулировать Наверное, нормативно-справочную информацию Все должны работать с едиными справочниками И никто не должен отклоняться от этого Плюс государство должно создавать рынок Для тех, кто занимается электронными технологиями И производит ту же микроэлектронику Чтобы был рынок сбыта здесь Но не субсидировать тех, кто производит А субсидировать тех, кто это потребляет Тогда это позволит более эффективно развиваться Ну, пожалуй, вот все Больше добавить нечего У нас поступил вопрос от зрителей А будет ли действенным Будет ли работающим сценарий Контрактного производства Электронных компонент По заказам из Сингапура у нас Конечно, безусловно Я считаю, что мы имеем Большущий потенциал Как интеллектуальный, так и производственный И в скором будущем Наверное, только ресурсная база Будет определять и логистика Доставку любого компонента В любую точку мира И в России есть все шансы Забрать на себе не только механообработку Но также продвинуться в микроэлектронике Большое спасибо И давайте продолжим разговор О технологиях И предоставим слово Холдингу Mail.ru Дмитрий Санников СТО образовательных проектов Вместе с Холдингом Mail.ru На площадках ВКонтакте Одноклассники Мы делаем цифровую Премьеру этого фильма Итак, Дмитрий, вопрос В чем для Mail.ru Ценность? В чем задача Вашего взаимодействия с Центром? До последних дней Технологии и продукты Они сильно изменили Ваши слова Согласитесь, вы нельзя представить свой день Без использования технологий Телефоны, компьютеры, профессиональные сети Тем самым Скорее многие процессы Что экономит нам Суды, время и деньги И вообще бесспорно Россия стоит в авангарде Мировой цифровой информации Уже реализованы на государственном уровне Цифровые сервисы Которые улучшают уровень жизни граждан Ну, например, это создание Единфонформы Которая позволяет получать Государственные услуги Не выходя из дома А мы все привыкли к этим пользователю Все созданные инструменты Они позволяют Цифровизовать сложные Внутренние процессы Что дает именно возможность Сфокусироваться на решении Не операционных задач А именно уже стратегических И цифровая трансформация Это уже глобальный тренд И он наблюдается Во всех отраслях Не только в сфере IT Вообще во всем мире Многим компаниям Здесь необходима помощь Для перехода Как раз вот на новую модель И наши отечественные Эти компании Уже созданы Создают инструменты И подходы Которые как раз способны Реализовать и облегчить Этот переход Уоркменов Mail.ru Групп Давно и успешно Создаем как раз Цифровые сервисы И технологии Которыми пользуются Миллионы людей А накопленную экспертизу Применяем для помощи Другим компаниям И государственной структуре Чтобы как раз Перевести процессы У нас в компании Создано вообще Отдельное подразделение Которое занимается Только в основном Цифровой трансформации Называется оно Mail.ru Цифровые технологии Оно аккумулирует Адаптирует Все созданные Технологии компании И создает Как раз Такие продукты Которые Помогают Реализовать Цифровую трансформацию Какие это продукты Это Публичные технологии Это Коммуникационные сервисы Это Предиктивные модели Машинного обучения Это Базы данных Для высоконагруженности Сервисов Ну и Также Это еще Технологии управления Человеческими ресурсами И образования Следующий вопрос Я бы хотел Задать Человеку Который сейчас Наверное Волнуется В наибольшей степени Который Является Продюсером Этого фильма Саму идею Фильма Мы задумывали Еще До того Как вот Начались Эти Изменения И форсированная Цифровая трансформация Связанная С коронавирусом Даниил Куликов Даниил Вот если бы Сейчас По новой Задумывался Этот фильм Задумывались бы Смыслы Которые ты В него вложил Уже С перспективы Вот этого Полученного В этом году Жесткого опыта Что бы ты сделал Иначе Я бы Успел Съездить Большое количество Стран Я думаю На самом деле Очень Поскольку Деятельность Связана Со съемками Очень этого Не хватает Но Мы уже Сейчас Делаем Иначе И Много Проектов Которые Мы будем Запускать Сейчас В центре Они ориентированы Именно На Онлайн Формат И Мы Очень К этому Адаптировались Уже Предыдущим Проектом Про Цифровой Алмаз И Сейчас Это Второй Фильм Центра Где Как раз Нас Настыгла Пандемия И мы Сделали Проект Онлайн И это Позволяет Получать Гораздо Большее Количество Аудитории И Быть В зале С Очень Интересными Людьми Которые Могут Присоединяться И смотреть Чего Нельзя В кинотеатре Поэтому Очень Хочу Поблагодарить Господина Посла Алексея Дохновского Дмитрия Санникова Что они Сегодня Присоединились К нам Это Действительно Ценно Мы Можем Вместе Обмениваться Мнениями И Приоритет Специальных Проектов Именно В том Чтобы Как Можно Больше Людей В Российской Федерации Могли Узнавать Какие Действительно Происходят На Государственном Секторе Изменения Связанные Цифры Какие Есть Успешные Кейсы И Модели И Мы Намерены Как Раз Делиться Такими Примерами Для Того Чтобы Видоизменить Общую Так Скажем Общую Федеральную Повестку С Того Негатива Который В основном Есть В СМИ Потому Как Говорят Обычно Обычно Выдергивают Силу Недостатка Ресурсов И Силу Того Что Какая-то Яркая Новость Выдергивают Какие-то Примеры Которые Не сработали Но Нужно Учесть Что На Один Несработанный Пример Есть 20 Примеров Которые Сработали И Мы Будем Запускать Серию Проектов Которые Будут Как Рассказывать О международной Цифровой Трансформации О цифровой Трансформации В России И успешных Кейсах Которые Как и Фильм Сингапур Но уже Применительно К России Применяют Наше Министерство И ведомства И которые Существенно Хочу сказать И спасают Жизнь Людей Предиктивно Да И экономят Финансовые Средства Как Государство Так и Бизнеса И улучшают Качество Жизни Возможно Оно проходит Для кого-то Незаметно Но за этим Стоит Очень большой Бэкграунд Который Мы как раз Вытаскиваем И объясняем Чем все-таки Заняты У нас Чиновники А они заняты С утра до ночи Поверьте А вот если Говорить о Сингапурских Коллегах Какой Самый частый Вопрос Они спрашивали О нас В принципе Они все Очень Удивлялись Когда мы Говорили Что мы Приехали Из России И они Удивлялись Тому подходу С каким подходом Мы Относимся К информации Ну и К общению С ними И Им было Ну как раз Тоже очень интересно Узнать о том Что происходит В России Когда мы Разговаривали С ним Про этот фильм И строили Фильм таким образом Чтобы Этот фильм Могли смотреть Не только Российские граждане Но и Сингапурские Вот И я очень рад Что господин посол Узнал о стране Да Которая О своей стране Что-то новое И Наверное Он узнал Что-то новое О России Вот это наша цель Сделать такой Межкультурный обмен И мне кажется Что Когда мы Предоставим Копию этого фильма На английском языке Будет достаточно Интересно Смотреть ее Англоязычным Зрителям Не только В Сингапуре Но и Во всем мире Для того Чтобы сравнивать Вот две такие На первый взгляд Не похожие Но Очень Душевно расположенные Друг другу страны То есть Пока еще Самолеты На земле Мы тем не менее Таким образом Пробиваем границы И будем продолжать Это делать Есть такой Расхожий стереотип Что 21 век Это возможный переход В сферу услуг Исключительно И у нас есть Восприятие Сингапура Что это порт Финансовый центр И все Но Из фильма И из того Что мы обсудили сейчас Мы увидели Что это Не только Про услуги Не только Про финансы Не только Про порт Это еще И промышленность Как вы видите Вот это самое Будущее Верен ли стереотип И каков Сценарий Этого будущего Для нас В том числе С которым С которым Работаете вы Как представитель Аналитического Центра И с которым Работает Правительство Спасибо за вопрос Смотрите Ну я представляю Себе Уже Там лет Через 50 Это Тесная интеграция В едином пространстве Потребителя Конструктора Технолога И производителя То есть В двух словах Это Деталь Изделия Появляется В интернете Здесь же Есть Технологический Институт Здесь же Есть Конструкторский Производственный Актив Кто Это произведет И Все будет Осуществляться За счет Я бы сказал Искусственного интеллекта И только 20% Того Что будет Размещаться Будет требовать Человеческого Мозга Человеческого Ресурса И определяться Опять же Все будет Логистикой Именно доставкой Вот таким образом Я вижу себе Будущее Но для этого Нужно сделать Много шагов Именно с точки зрения Стандартизации Всего этого Чтобы мы все Работали в одних форматах В одних стандартах Только в этом случае Это возможно И это как раз Вопрос государственного Регулирования Этих стандартов И думаю Что мы должны Сделать усилия И добиться успеха Вот именно В законодательной базе Потому что у нас Наши стандарты Промышленности Это ЕСКД Единый стандарт Конструкторской документации Это чертеж с рамкой Который до сих пор Узаконен И ходит между Заводами-производителями Конструкторами Технологами Поэтому нам Предстоит долгий путь Но я думаю Что вот если нам Коллеги еще как-то Помогут в этом Мы двинем Эту тему И возможно Если честно Вот есть такое Причувствие Что первые результаты Мы увидим Гораздо Существенно раньше Чем через 50 лет Друзья Поступил вопрос Я думаю Что он вызовет Живой отклик Надежда Бачманова Вопрос из эфира Как устроена работа Чиновников В министерствах В том числе В департаментах образования И в том числе В период пандемии В 2020 году Насколько я знаю Кстати Все наши Очень многие наши Госслуча Реально перешли На удаленку Это было очень интересно Наш центр Тоже помогал тем Что мы очень быстро Ну и Павел Вы же были Одним из главных героев Этого события Выпустил Рекомендации Как уходить на удаленку Как работать на удаленке Как возвращаться С удаленки Вот Но Вот Насколько я видела Конечно Всю пандемию Все Федеральные чиновники Работали И с удаленки И Дежурили И продолжают Дежурить сейчас В ситуациях Когда кто-то должен Находиться на работе На работе Да Конечно Есть и случаи Когда люди Ну и очень много Кто переболел И на карантине Уходили Целыми Наверное Как сказать Отделами Управлениями Но В целом С точки зрения Работы в пандемии Очень у многих Работа только возросла То есть люди начинали Теперь времени нет на дорогу Есть больше времени работать И Я от многих Госслужащих Слышала Что в пандемии У них Рабочий день Только увеличился При том что и так они работают Часто до 10 вечера Ну то есть Нет То в пандемию Стали работать До 11 Потому что нет времени На работу Ну если нет Нет времени на дорогу Можно до 11 Доработать Вот Но очень надеюсь Что все-таки С другой стороны Какие-то вещи Научились делать Поэффективней Очень многие Перешли кстати На систему Электронного документа Оборота На удаленный доступ Базам данных То есть это тоже Такая интересная история Как все видели Эту известную шутку Кто больше всего Помог вашей цифровой Трансформации Ковид-19 Вот я думаю Что в наших госорганах Это тоже сработало Олег Ваше мнение Согласен Вы знаете Он даже Я бы сказал Является таким Двигательным прогрессом Потому что Все задумались над этим И без этого Мы бы наверное Года на три Отставали бы Ладно Три года Десятилетиями Не могли делать У нас все сайты Госорганов Перешли на ГОФРУ Я слышала про это Десять лет Мне кажется А тут за два с половиной Месяца Наконец-то Все на ГОФРУ Даже такие Заметные результаты Но именно В подготовке Тех методических Рекомендаций А что делать На удаленке Как ни странно Самые главные Рекомендации Были сосредоточены Не вокруг цифры Они были сосредоточены Как поддерживать Общение Как сохранять Лидерство Как работать С неизбежным Стрессом И чувством Неопределенности А в том числе Что делать Все-таки При возвращении Назад Вот Ксения В этом плане Опять-таки Чем запомнился Год С точки зрения Именно вот этой Самой удаленной Работы С сохранением А может быть Даже с приумножением Производительности Центра Что касается Центра То для нас Переход на удаленку Не стал Какой-то Кризисной ситуации Так как у нас В целом Команда распределенная И многие сотрудники Изначально работали В дистанционном режиме По дистанционным договорам И процессы Уже частично Были на это Заточены Безусловно Основным челленджем Для нас стал Именно перевод Программ Из очно-заочных Форматов Полностью В дистанционный С чем мы здесь Столкнулись Но во-первых Мы подошли к этому Именно с точки зрения Методики Очень Ответственно В каком-то смысле Потому что далеко Не все так делали Мы не копировали Форматы очные То есть если лектор Раньше приходил В аудиторию Там были одни инструменты Одни механики Взаимодействия с ней То в дистанции Это совершенно другое Мы все это пересматривали То есть Конец марта Апрель И где-то половина мая У нас ушла полностью На пересборку программ То есть все К чему мы готовились С начала года Пришлось пересмотреть Пересобрать Ну и конечно Те сложности Дистанционного обучения С которыми мы столкнулись Это вовлечение Аудитории в процесс Потому что все-таки Когда между тобой Не пространство в аудитории А экраны Сложнее людей вовлекать Сложнее Их Провоцировать На какой-то диалог На какие-то обсуждения На какие-то критические мысли Это стало Наверное Таким основным челленджем С которым мы работали И продолжаем работать Чтобы на следующий год Если ситуация Будет вынуждать Так же частично Или полностью Оставлять все В дистанционном режиме Еще более эффективно Это реализовать Еще более эффективно Это наверное Квинтэссенция ответа А что происходит В органах Государственной власти Во время Пандемии Действительно Задумались о том Как делать эффективнее Как сохранять Производительность Вот в этот момент Изоляции Дорогие друзья Я бы хотел Задать каждому из вас Один завершающий вопрос Вот есть один стереотип Что когда мы знакомимся С международным опытом Приходим Допустим В центр обслуживания граждан Смотрим Как все замечательно Улыбаемся На этом обмен заканчивается На самом деле Мы работаем С острыми вопросами В том числе Стараемся обмениваться Опытом По острым вопросам Таким как Персональные данные Таким как защищенность Этих данных И таким как Защищенность Гражданина С точки зрения Вашего опыта Взаимодействия С Сингапуром Либо с другими Государствами В части международного Опыта Цифры Что для вас Является Вот таким Острым Важным вопросом С которым вы работаете И с которым И с которым Хотели бы продолжить Работу Получать информацию Транслировать ее У нас А может быть Транслировать ее И от Российской Федерации Мария Мне кажется Очень важно На самом деле Было бы Чтобы госслужащие Разных стран Действительно Обменивались Между собой Вот опытом О работе О каких-то Своих успехах То есть мы все знаем Что такое Всегда сообщество Оно очень сильно помогает И действительно Обмена Таким вот Даже личным Чем-то опытом Про там Работу в новых пространствах Работу в open space Работа во время пандемии Внедрение конкретного Цифрового сервиса И какие сложности Преодолели Вот такой бы Обмен Между госслужащими Разных стран Мне кажется Очень бы сближал Понимание Что Все-все Люди одинаковые Все одновременно Разные и одинаковые И Помогал бы Находить Наиболее успешные пути Цифровой трансформации То есть опять-таки Не только о цифре Но и о Человеческих Аспектах Александр В этом плане Как раз Очень интересный Пример Сингапура Потому что Когда мы Снимали фильм Мы зачастую Встречали то Что персональные данные Граждан Сингапура Являются собственностью Государства Как бы априори Да В то же самое время Допустим В России наоборот Это персональные данные Да Они охраняются Законом И в принципе Можно только с разрешения Их передавать Вместе с тем Скажем так Это интересный эксперимент Как сравнить Как посмотреть Что здесь они используются На благо И в принципе Ничего страшного И ничего страшного В этом нет С другой стороны Действительно Западные страны В большей степени Относятся к этому Очень Ну скажем так Чувствительно Вот Поэтому Я полагаю Что есть Достаточно большое Большое такое Нормативное Скажем так Белое пятно Еще в России То есть Каким образом Охранить Действительно Сохранять Эти персональные данные Как их правильно Использовать И как сделать это Ну действительно 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 Важно По вопросам Цифровой этики В том числе Этики в госуправлении В нашем центре Тоже был выпущен доклад Сначала думали Что бы написать Потом с трудом Остановились После двух домов Потому что тема Действительно Обширная тема Действительно важная Олег Вы знаете Вот по поводу Цифровой этики И по поводу Вот Так называемого Профиля Вот Это социальный рейтинг О котором Скоринг О котором Здесь в России Были вот такие дискуссии Что мы У нас это я думаю Что есть Но об этом не говорят Но взять Соединенные Штаты И все знают Про их кредитную историю Например Что вот он пожалуйста В Китае он есть работает Но наша ментальность Не позволяет То что Ну сделать так И вот именно Управление изменениями В эту сторону Вот это было бы Очень интересно Узнать Как они преодолевали это Я беседовал О теме Социального рейтинга С китайскими госслужащими И они задаются Не только вопросами А как знать Все обо всех А где провести границу Может быть человек Там на улице Кого-то толкнул Случайно Но это попало На камеру Как сделать так Чтобы гражданин Непреднамеренно Не потерял Вот этот вот Самый Свой социальный рейтинг Кстати Эту тему Мы точно так же Обсуждали В докладе по этике Тема Я думаю Она будет играть Еще не один И не два года Ксения Пожалуйста Я продолжу То о чем Уже говорила Хотелось бы Начать Обмениваться Лучшими Образовательными Практиками Кадровыми практиками С другими Государствами Потому что Проблема Развития Компетенций Цифровых И гибких навыков И hard skills Оно для всех стран Абсолютно актуально Все страны По-разному К этому подходят Мы сделали исследование На этот счет Надеюсь Все-таки Скоро его удастся Опубликовать Оно пока В закрытом виде Существует Но Эта тема Она очень актуальна И к сожалению Сейчас Очень мало Про эту информацию Потому что Все страны Это как-то Ну как и мы Ведут довольно так Закрыто В том плане Что сами это делают Но не очень Рассказывают Про это вовне Вроде как Внутренняя кухня Хотя там очень много Полезанного Я уверена И нам есть Как центру Уже очень много Чем поделиться И рассказать Практическими инструментами Результатами И я уверена Что во многих странах Которые занимаются Цифровой трансформацией И ставят это Одним из приоритетов Также таких практик Очень много Вот это хотелось бы Начать активно Развивать Чтобы Обмениваться опытом И опять же И заимствовать Лучшие практики И не наступать На одни и те же Грабли параллельно И опять-таки Мы говорим Не только о цифре Мы говорим О технологиях управления Мы говорим О технологиях лидерства В том числе Применяемых Не только в бизнесе Но и Применяемых В такой сложной Непростой Области Как государственное управление Мария Мы завершаем Наш круглый стол Наше обсуждение Что бы хотелось Сказать Зрителям Только что Посмотревшим фильм Только что Познакомившись С экспертами Героями Этого фильма И с Группой Которая Этот фильм Делала Но я надеюсь Этот фильм Этот материал Он не последний Что будет дальше? Мне кажется Очень Самое главное Не бояться Что-то делать Лучше Как говорится Жалеть о том Что попытался Не удалось Чем что не попытался Поэтому у меня есть Пожелание всем зрителям Госслужащим Кто нас смотрел И коллегам Надо всегда Браться за что-то новое Не бояться Изменяться И достигать успех Мария Друзья Коллеги Большое вам спасибо И Огромное спасибо Всем тем Кто был с нами На прямой трансляции Кто Посмотрит Этот материал В записи Мы Надеемся Что И знакомство С фильмом Будет полезно И знакомство С другими Материалами Центра Также представит Интерес А возможно В какой-то степени Покажет Что и Государственная служба В Российской Федерации И Цифровой Переход В Государственном Управлении Это гораздо Более интересная Глубокая И движущаяся Тема Которая происходит Прямо сейчас На наших глазах Большое вам спасибо Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok